...считают рисунок главным аргументом в пользу того, что Илья Ильич родился именно в Панасовке. Преданий о Мечникове здесь можно услышать уйму. Например, что в детстве Илья тонул в этом самом пруду и в тот же день чуть было не сгорел, будучи запертым во флигеле. А при желании вам даже покажет людей, предки которых работали у Мечниковых и чуть ли не роды принимали у Эмилии Львовной, матери Ильи. Краевед Василий Николаевич Строев собирает сведения и предания о семье Мечниковых более 40 лет. Именно он создал при школе музей Мечникова и написал о нем не один десяток статей. Результат жители Панасовки, простите, Мечникова, гордятся своим великим земляком. Правда, это не мешает им разбирать на кирпичи последнюю из оставшихся от усадьбы построек флигель. Кирпичить в хозяйстве нужнее, чем какая-то память. А вот погребом, оставшимся с тех времен, пользуются по прямому назначению и очень довольны. При этом слышать не хотят о том, что Панасовка к моменту рождения Ильи его отцу еще не принадлежала, что подтверждается соответствующими архивными документами. Отец Мечникова владел довольно-таки значительным участком земли, Илья Иванович. Но этот участок земли находился вот как раз-таки, это село Ивановка. На 1840 год, то есть это еще до рождения его сына Ильи Ильича, когда он уже приехал из Петербурга, поскольку там служба не сложилась в том плане, что имение не приносило больших доходов, а жандарскому офицеру жить в Петербурге было тяжело на небольшие доходы, он переехал жить сюда. Сюда, это в Ивановку. Два года назад Андрей Парамонов нашел в Харьковском архиве метрическую запись о рождении у Ивановского помещика Ильи Мечникова сына, крещенного Ильей. В результате было установлено не только место, но и впервые обнаружена точная дата рождения великого ученого. 3 мая 1845 года. Господский деревянный дом на каменном фундаменте. Два флигеля для дворовых людей, два хлебных амбара деревянные, конюшня с манежем, одна ветряная мельница, крестьянских изб 30. Таково описание имения Ивановка, в котором родился будущий Нобелевский лауреат. К местным достопримечательностям можно добавить еще пруд с лебедями и великолепный парк, естественно, не захоронившийся. Единственная постройка, дожившая до наших дней, вот этот флигель. На месте барского дома огород, и пока мы снимаем окружающие красоты, Андрей собирает в прямом смысле слова осколки мечниковского быта. Изразцы, кусок бутылки из-под шампанского и прочие трофеи. Свидетели иной жизни, которая неторопливо текла здесь полтора столетия назад. Конечно, ничто не остается неизменным, но группа энтузиастов сейчас пытается сохранить то, что осталось от мечниковских имений на Харьковщине. В планах на берегу озера в Ивановке посадить дендропарк по образцу парков середины XIX века. Уцелевший флигель превратить в музей. Поставить памятные знаки на месте усадебного дома в Ивановке и на месте церкви в Новомлинске. В результате мог бы получиться хороший туристический маршрут. И денег на это нужно не так уж много. Есть предприниматели, готовые помочь. Но все упирается в глухую стену равнодушия, чину нищей волокиты и местечковых дрязг. Из колесев по Харьковской области в общей сложности около 400 километров мы возвращались домой. Позади остались Новомлинск, Ивановка и Панасовка. Этакий Бермудский треугольник, расположенный географически в Дворичанском районе, а на самом деле в наших мозгах и душах. Треугольник, в котором безвозвратно исчезает наше прошлое, наша память, наша гордость и слава. Редактор субтитров А.Семкин